Сегодня очень интересная тема. Мы давно не выходили в эфир, но этой темой не поделиться не могу. Вся правда про газоны, про травосмеси. Сегодня с нами Дарья Ермилова. Она специалист по газонам, по травосмесям. Послушайте, это очень интересно и очень прям познавательно. Нам пригодится точно. Итак, самые интересные вопросы про газон. Мы сегодня открываем все секреты. Даш, мы хотим, чтобы у нас газон был всегда зеленый, изумрудный, красивый, но рос медленно, чтобы не приезжать каждые выходные и его косить. Какая трава подходит для такого газона? И в чем, в принципе, разница? Написано-то в травосмеси много разных сортов. Если говорить о составе низкорослого газона, то в первую очередь в нем должен содержаться мятлик луговой и овсяница красная. Это два злака, доступных сейчас нам в России, из которых может состоять низкорослый, красивый газон. А чем эти травы конкретно отличаются, например, вот от таких длиннющих? Да, есть достаточно значительная разница между видами злаков. Травинистые растения относятся к злаковым. Соответственно, есть злаки низкорослые, есть злаки, наоборот, быстро отрастающие, и делятся они на верховые и полуверховые злаки и на низовые злаки. Вот это верховые? Вот как раз у вас в руках полуверховой злак. Чем он отличается от низового злака? Тем, что листья на нем расположены вдоль стебля. Да, да, то есть листья растут не от корня, а вырастает стебель, и на нем вдоль всего стебля расположены листики. У низовых злаков все листья наравне со стеблем растут от корня. Соответственно, в газонах нам что важно? Плотный травостой. Нам нужно как можно больше листьев, растущих от корня, чтобы создать вот эту плотность. Поэтому вот это различие именно в типах злаковых растений. Так, а как тогда называются вот такие длиннющие? Насколько я понимаю, они идут на корм скоту? Да, они идут на пастбище, и их скашивают потом как сено для кормления животных вне сезона. А зачем нам их добавляют в травосмейство? Дело в том, что такие злаки, они являются более неприхотливыми, более быстро отрастающими, и цена у них куда более приемлемая, нежели у газонных злаков. А кормовые злаки такого плана выращиваются у нас в России в достаточно больших объемах, соответственно, цена на них более доступная. А чем нам грозит посадка вот такого злака у себя на газоне? Дело в том, что в первый год жизни газона, возможно, вы будете рады и счастливы тому, как он выглядит, тому, как он быстро вырос. Но на второй-третий год жизни газон будет становиться все более жестким, так как листьев будет меньше, будет больше стеблей твердых. Опять же, возможно, начнется на газоне такое явление, как качкование. Это когда на газоне появляются кочки. Вот именно эти дают кочки. Разные типы злаков дают кочки, но важно то, что в бюджетной травосмеси в любом случае будут злаки, у которых рыхлокустовая система кущения, подразумевающая отрастание корней из одного центра. И постепенно эти корни начинают выпирать из земли и приподнимать растения. Так и получается кочка, как на поле. Я поняла. Я когда выбирала смесь для своего газона, то я читала в интернете, очень долго была информация, что такие кочки дает рейграс. Правда ли это? На самом деле нет. Рейграс не даст таких кочек. Скорее, кочки может дать Тимофеевка, Житняк может дать кочки. Овсяница луговая тоже очень агрессивно развивается, но от нее кочек не будет. Значит, дело в том, что рейграс, его можно использовать в газонах, он очень износостойкий за счет своего быстрого роста. Поэтому если отвечать на ваш вопрос про низкорослые смеси, в составе рейграса ни однолетнего, ни пастбищного не должно быть. Но если говорить, например, об износостойких газонах, то рейграс там должен быть обязательно наравне с мятликом и овсяницей, так как он именно быстро восстанавливается после износа. То есть такой газон можно посадить в каких-то местах тяжелых? Такой газон из бюджетных трав можно посадить там, где действительно суровые условия очень произрастания, где постоянная тень или плохой грунт. Если вам просто нужно создать какую-то картинку и немножко хотя бы подавить сорные растения. То есть у меня он растет вдоль озера, куда мы просто выходим гулять. У меня было много сорняков, и вот я туда засеяла такой более бюджетный вариант для того, чтобы, ну, как-то меня радовали более культурные растения. Также часто из таких злаков создают нескашиваемые злаковые площадки. На участке это довольно модно в последнее время стало. Ну, это не про нас. Хочется ровненький, гладенький газончик. Да, да, тогда... Даш, а есть подразделение газона на спортивный, для тени, там, медленно растущий. Принципиальная разница именно в смеси, да? Да, хочу сказать, что тут важно преобладание. Мы играем этими тремя злаками в качественных, именно в газонных травосмесях мы играем тремя злаками. Это райграсс, пастбищный или многолетний, овсяница красная и мятлик луговой. Есть еще полевица, есть еще там овсяница овечья, волосовидная, но их очень редко можно встретить. Если будет интересно, можно отдельно в комментариях описание написать. То есть для нас основных три. Если говорить про спортивные смеси, износостойкость дают райграсс, пастбищный или многолетний, за счет быстрого роста и быстрого восстановления после износа. И мятлик луговой, благодаря своей мощной корневой системе. То есть его очень сложно вытоптать, в принципе, потому что он очень мощную дернину создает под собой. А мятлик луговой, это тоже низкоростный, да? Да, да, это как раз самый медленно отрастающий злак из тех, что вот у нас есть. А вы знаете, в чем проблема? У меня, например, соседка купила газонную смесь, в которой входил мятлик луговой и, по-моему, овсяница, да? Овсяница красная, да. Красная, низкая. И она говорит, прошло две недели, ничего не взошло, смесь отвратительнейшая. Да, именно здесь и состоит проблема нашего газонного рынка. Это то, что люди иногда ждут чуда или быстрого эффекта. То есть, покупая низкоростную газонную смесь, мы ожидаем, что она за пять дней выскочит у нас и поселенеет. Ну, обычно, где-то там в городской черте, и оно сразу прямо начинает происходить. Да, да. Нет, низкоростные газонные смеси имеют такое название именно благодаря злакам, которые медленно растут. Соответственно, овсяница красная после посева вырастает где-то через три-четыре недели. То есть, спокойно вообще она может даже не появиться? Прошёл дождь, неделя прошла, и её нет? Да, да. Ну, при благоприятных условиях через две недели она может уже выскочить. То есть, здесь нужно наблюдать. При неблагоприятных, если, допустим, мы не сделали автополив, и там уезжаем, стоит засуха, семена просто без влаги не будут прорастать, они будут лежать в грунте, но роста не будет как такового. Газону нужно много влаги. Значит, мятлик три-четыре недели? Мятлик вообще месяц-полтора. То есть, всходов мятлика не стоит ждать ранее, чем через месяц. Да, поэтому с низкоростными газонами придётся на первом этапе немножко, скажем так, помучиться. Но хочу сказать, что оно того стоит, потому что потом, вот как у вас, получается очень плотный травостой, в котором практически нет проплешин, даже если они есть, их несложно подсеять. То есть, далее только ухаживать останется. А если в таком газоне появляются сорняки? Насколько я понимаю, вот эти забьют сразу все сорняки. Ну, забить сорняки, прямо скажем так, сложно достаточно. То есть, понятие забить сорняки, можно приостановить их рост. Почему тоже травосмеси с райграсом имеют место быть? Потому что, когда мы подготовили грунт, мы, допустим, у нас покупной грунт какой-то, мы его привезли, в нём в любом случае будут семена растений, как бы, хотим мы этого или нет. Вот, поэтому, когда мы только заложили низкорослый газон, который только через месяц-полтора у нас прорастёт, конечно, в это время этот участок начинают атаковать сорные растения, в любом случае. И мы вместо газона видим кучу выросших сорняков. И что делать? Ничего не делать, не паниковать, по газону не ходить, потому что, если мы начнём на неокрепшем газоне скакать и вытаскивать сорняки, мы просто вытопчем все молодые растения. Нужно спокойно дождаться, пока прорастут семена, когда газон укоренится, произвести первое скашивание. После первого скашивания часть этих сорных растений вымрет сама, потому что после скашивания растения просто не перенесут стресс и уйдут из газона. А с последствием останутся какие-то агрессивные сорняки, и уже после укоренения такого газона, через пару месяцев, можно пройти механическим путём просто эти сорняки потихоньку удалять. На их месте будут произрастать новые растения, так как мятлика овсяница, они размножаются корешками подземными, которые идут под землёй, и из корешка вырастает новое растение, поэтому, когда появляется проплешина, растения очень быстро её затягивают. Даш, ещё вопрос. Это травосмесь, которую мы сами сеем. Продаются рулонные газоны, из чего они состоят? Вот как раз качественные рулонные газоны состоят из стопроцентного мятлика в основном. Так как для того, чтобы срезать такой слой земли, у нас что, должна быть очень плотная корневая система, как ковёр. Да, и именно мятлик способен создать вот такую плотную корневую систему. Есть более бюджетные варианты рулонных смесей, где в мятлик подмешивают другие злаки. Но для своего участка, если уж платить, скажем так, то я бы всё-таки предпочла найти надёжного поставщика, который делает рулонные газоны из стопроцентного мятлика. Самая большая проблема – найти того, кто продаёт качественную травосмесь и правильный рулонный газон, если это нужно. Ну, во-первых, можно, в принципе, оценить визуально, так как мятлики и рулонные газоны классные, выращиваются из американских сортов мятлика. Изумрудный мятлик в Америке очень ценится именно цвет, насыщенный вот этот изумрудный цвет газона. Вот. И поэтому, в принципе, визуально можно отличить. Даша, у меня личный вопрос такой. Скажи, пожалуйста, а вот раньше была агрессивная очень реклама по телевизору, Canada Green называлась смесь. Да. Что это такое? Ну, вот были такие травосмеси. American Dream ещё была травосмесь такая. Вот. И это, в принципе, достаточно надёжный производитель, который сейчас есть на рынке. Как раз травосмеси Лилипут можно приобретать. Там, в принципе, состав один из немногих, кто остался вот достойным, на достойном уровне с импортными компонентами. Ну, и можно, в принципе, посмотреть в интернете. К сожалению, европейские... Сейчас, я думаю, вообще сложно найти. Ну, европейские наши коллеги сейчас очень мало делают поставок на российский рынок. Но вы всегда у производителя, тем более, если у вас большой участок, если вы покупаете не килограмм, а там 20 килограмм травосмеси, вы всегда можете у производителя запросить сертификаты на компоненты смеси, и он вам их обязан предоставить. Соответственно, на импортные семена в сертификате у вас будет указано, кто производитель, откуда поставляются семена. На данный момент семена к нам привозят из Франции, из Германии, из Дании. Вот. Оттуда как раз поставляют и мятлик, и овсяницу красную, и микроклевер, который мы тоже можем использовать в газонах. Очень красивый, да. Но иногда я видела клевер, который настолько мощно растёт, что его скосить тяжело, если упустил. Он прям такой массовый. Да, и он агрессивен, он может лезть и на грядки тоже. К этим клеверам относятся розовый и белый клевер. Они оба используются в кормопроизводстве тоже, на пастбищах. Поэтому в обычный газон добавлять просто белый клевер или розовый клевер, ну, категорически я не рекомендую. Понятно. Да. Даша, ещё вопрос. Вот мы купили упаковку, всю не израсходовали. В надежде, что если вдруг какие-то весной будут проплешины, что-то там вымокло, вымерзло, не знаю, сколько такая травосмесь может храниться? На самом деле семена хранятся очень долго, и по истечению двух лет хранение теряют буквально по 5% схожести в год. То есть хорошие семена, они могут пролежать у вас несколько лет, и вы их потом посеете, и они взойдут. Возможно, будет чуть ниже процент схожести, и я бы рекомендовала просто увеличить норму. То есть не как мы, допустим, обычно сеем 20-25 грамм на метр квадратный, а просто сделать чуть больше норму расхода. Тогда, ну, те семена, которые не взойдут, просто у вас заменятся другими. Но в случае со свежими газонными смесями я призываю учитывать рекомендации по расходу производителя, так как если мы очень много семян посеем... Да, если вдруг мы много посеяли, и всё зашло. Если много семян мы посеяли, они начнут друг друга выдавливать, и может начаться деградация газона, может начать гнить корневая система. То есть растениям нужен простор, чтобы развиться полноценно, развить корневую систему свою. Поэтому чистить я не рекомендую. Вот 20-25 грамм на метр квадратный – это оптимальная норма расхода. Да, да, и её желательно попытаться соблюсти. Ну, сейчас есть сейлки, ручные сейлки, которые, в принципе, достаточно хорошо распределяют семена равномерно. Если мы сеем вручную, ну, просто примерно там жменьку, да, отмеряем и раскидываем равномерно семена. Даша, давай ещё раз для тех, кто собирается сеять газон. Что должно быть, чтобы газон рос медленно? В первую очередь, это состав газонной смеси, первое основополагающее. В составе медленно растущей газонной смеси может быть мятлик луговой, овсяница красная, может присутствовать овсяница овечья или волосовидная, можно их встретить, и может быть микроклевер, или можно его добавить для тех, кому это нравится. А вот мне интересно, на упаковке пишут срок сбора урожая семян? На упаковке обычно пишут дату фасовки, и срок годности обязывают писать. По российскому законодательству это два года, но, по сути, по истечении двух лет, как я сказала, по 5% в год схожести он теряет, в принципе, не критично для газона. Вот, поэтому там можно отследить. И также можно у производителя запросить сертификаты на компоненты, где тоже будет указан год сбора урожая. Слушай, я тебя сегодня замучаю. Скажи, пожалуйста, теневая часть участка, где не хочет ничего расти, газон для тени. Самый выносливый злак – овсяница красная, теневыносливая. И реально будет тени расти. Овсяница красная лучше всего переносит отсутствие солнца, переносит затенение. То есть в теневых газонах она будет преобладать. Есть еще газоны, например, жаростойкие. Вот жаростойкие газоны, пожалуй, являются таким неким исключением из правил, если смотреть на остальные, там, спортивные, универсальные и низкорослые. Так как в жаростойких газонах появляется такой злак, как овсяница тростниковая или тростниковидная. Овсяница тростниковая обладает очень мощной и глубокой корневой системой, что позволяет ей брать влагу из нижних, более углубленных слоев почвы. За счет этого она может лучше переносить и подтопление, и жару. Но это именно для таких участков, где жара стоит. В жарких странах… Для южных районов. В жарких странах, вот Узбекистан, например, там много очень овсяница тростниковая используют в газонах, потому что это единственный злак, который способен перенести вот эту вот жару, скажем так. Да, потому что едешь где-то вот даже у нас в стране, в южные регионы, и там выгорает все лето. Но она довольно грубая, это нужно учитывать. То есть ее можно использовать, у нее насыщенный тоже красивый изумрудный цвет. Ее можно использовать в том случае, если мы, допустим, не планируем ходить по газону, а используем его как чисто декоративный какой-то, и мы знаем, что у нас суш на участке, что мы там приезжаем раз в две недели и не хотим, чтобы у нас тут все пожелтело. Вот можно ее добавлять или использовать травосмеси с ее содержанием. Дашенька, спасибо большое, это было очень интересно, особенно про то, что, оказывается, семена всходят полтора месяца, и это нормально. Я думаю, что у подписчиков будет большое количество вопросов на тему газона. Мы еще обязательно встретимся и поговорим. А вы пишите ваши вопросы в комментариях, подписывайтесь на канал. Мы не прощаемся. Я думаю, что эту тему мы продолжим. С радостью. Спасибо. Спасибо, Люд.